Вера Каждого Человека То есть куда Человека вера его ведет Туда он идет Каждый человек идет Как бы вслед своей веры И вы прекрасно наверняка знаете Что Господь призывает нас Чтобы наша вера в Него Чтобы она была сильная Чтобы она была сильная Чтобы вера в Его способности В Его могущество В Его силу Чтобы наша вера была стойкая Чтобы наша вера была зрелая Если можно так сказать Чтобы она была взрослая Вот несколько мест из Писания Которые говорят нам именно об этом Второй фессалоникинцам Первая глава Всегда по справедливости Мы должны благодарить вас за Бога Пишет апостол Бога за вас Братья Потому что Возрастает вера ваша И умножается любовь И первым колоссянам Колоссянам в первой главе Если только пребываете Тверды и непоколебимы в вере То есть мы знаем еще Многие другие примеры Где говорится Что маловерие Сомнение Двоедушие Это не те качества Которые нужны христианину Это не те качества Которые нужны христианину Чтобы следовать за Христом Чтобы служить Ему Вот один из примеров Пишет Иаков В первой главе Но допросит с верою То есть мы должны просить с верою Немало не сомневаясь Потому что сомневающийся Подомен морской волне Ветром поднимаемый Развиваемый и так далее Что это такое за процесс Которого призывает нас Бог Он говорит, что вера должна быть Твердая, сильная Мужественная Зрелая Что это за процесс В котором это происходит С нашей верой Что это за процесс В котором вера возрастает Вера укрепляется Вера взрослеет Можете ли вы Сейчас Вспомнить момент В вашей жизни Наверняка их много Когда Ваша вера возросла Попробуйте Вспомнить тот момент Когда ваша вера В Господа Укрепилась Когда она Чуть-чуть повзрослела Каждый может Вспомнить такой момент Это замечательно Я думаю, что на память Приходят именно Такие моменты Когда вы видели Проявление силы Божьей Когда вы видели Проявление славы Божьей В вашей жизни Об этом пишет апостол 1 Коринфлян 2 Чтобы вера ваша Утверждалась Не на мудрости Человеческой Но на силе Божьей То есть вера наша Действительно Укрепляется Утверждается Возрастает Когда мы видим Проявление Силы Божьей В нашей жизни Когда мы видим Какое-то исцеление Какое-то освобождение Мы видим Как Бог разрешает Какую-то неразрешимую Проблему Мы знаем Замечательную историю С апостолом Петром Когда Бог Освободил его Из-под стражи Двенадцатая глава Книги Деяний Все, надеюсь, знают Я читать не буду Просто коротко Апостола Петра Взяли под стражу За проповедь Об Иисусе Христе Приходит ночью Ангел Будет его Оковы у него С рук спадают С ног Двери темницы Открываются Он проходит Мимо первых Охранников Вторых Охранников Открываются Ворота тюрьмы Он выходит На улицу Чудесное Освобождение Когда он приходит К своим Братьям и сестрам И рассказывает О том Что Бог совершил Вот прямо сейчас Они, можно сказать Почти не верят ему Вопрос Укрепилась ли их Вера в тот момент Бог проявил Свою силу Своё всемогущество Я думаю Что можно сказать Да Можно сказать Что они Еще чуть-чуть Больше начали Верить И уповать На Бога Зная Какие замечательные Дела Он совершает Что происходит В нашей жизни Когда происходит Такое чудо Подобное что-то Мы прославляем Бога Мы восклицаем Танцуем Да Свидетельствуем Говорим Бог благ Так Замечательно Но что происходит С нашей верой Когда такого чуда Не происходит Что происходит Что происходило С верой Той же церкви Той же первой церкви Можно сказать Буквально За несколько дней До этого Замечательного И чудотворного Освобождения Апостола Петра Из темнистка Это произошло С апостолом Иаков Это История Не настолько Знаменитая Деяния 12 глава Первые два стиха В то время Царь Ирод Поднял руки На некоторых Из принадлежащих Церкви Чтобы сделать им Зло И убил Иакова Брата Иоаннова Мечом Я уверен Что церковь Молилась О Петре Как написано Что молились О нем усердно Я уверен Что молились И об Иакове Точно так же Усердно Но результат Был совсем другой Вопрос Что происходит С верой Когда мы Не получаем Того Что мы просим Я не говорю О желаниях Души Или плоти Которые Мы думаем Что нам так Нужно Я говорю О тех вещах Которые нам Однозначно Кажется Что это Воля Божья Что происходит Когда мы Не получаем Эти ответы Когда происходит По нашему мнению Явное зло В моей жизни Или в жизни Близких моих Возникают ли у нас Такие вопросы Как Как Бог Такое мог допустить Возникает ли Такой вопрос Разве Это Воля Божья Возникает ли Такой вопрос А где Был Бог Где Был Бог Когда Убивали Его Апостола Интересно Что Происходило С верой Первой Церкви Когда Бог Не Проявил Свою Силу Не Проявил Своё Всемогущество Для Разрешения Такой Безвыходной Ситуации С апостолом Иакова Потому Что Никто Из людей Помочь Ему Не мог Его Взяли Под стражу Только Бог Мог Его Освободить Как Он Освободил Петра Но Его Казнили Что Происходит С верой Верующих Что Происходит С нашей Верой Когда Бог Решает Поступать Не так Как Мы Это Ожидаем Когда Он Поступает Не так Как Мы Считаем Правильно Когда Он Поступает Так Не так Не так Как Мы Его Просим Это Вопрос Каждому Из нас Ослабевает Если Но Сильная Столько Зрелая Вера Она Не Зависит От Обстоятельств Вот Почему Она Называется Стойка Вот Почему Она Называется Зрелая Она Не Зависит От Обстоятельств Эта Вера Не Зависит От Того Согласен Ли Я С Тем Что Бог Допустил В Мою Жизнь Или Не Согласен Это Вера Которая Не Основывается На Человеческом Понимании Блага Слово Блага Не Основывается Интересно Очень Пишет Апостол Петр Именно Об этом Первая Петра Первая Глава Дабы Испытанная Вера Ваша Оказалось Драгоценнее Гибнущего Хотя И огнем Испытываемое Золото К похвале И чести И славе В явлении Иисуса Христа Здесь Говорится Насколько Драгоценна Вера Которая Была Испытана Насколько Она Драгоценна В глазах Божьих Было ли у вас Когда-либо Такое Что вы Просили Господа Господь Укрепи Мою Веру Чувствовали Что Я нуждаюсь В более Сильной Вере Вы Говорили Господь Помоги Мне Возрастать В Вере Что Происходило После Этого Может Быть Не тот Момент Но Что Происходило После Этого Может Вы Не Совмещали То Что Вы Просили Бога И Что Происходило После Может Вы Не Делали Коннекшен Между Этим Но Что Происходит Обычно Когда Вы Просите Бога Укрепить Вашу Веру Господь Посылает Такие Обстоятельства Такие Сложности Такие Трудности Такие Испытания В Которых У Вас Была Была Бы Возможность Проявить Вашу Веру Проявить Ваше Терпение И Получив Ответ В Такой Безвыходной Ситуации Ваша Вера Бы Укрепилась Не Так Либо Именно Испытанная Вера Я Перефразирую Именно Испытание Веры Делает Ее Сильнее Испытание Веры Делает Ее Сильнее Помогает Ее Расти Как Сказал Петр Я уже Читал Повторю Дабы Испытанная Вера Ваша Оказалась Драгоценнее Золота Легко ли Проходить Такое Испытание Нет Легко ли Видеть Что у меня Такая Проблема Которую Я не могу Решить Нет Легко ли Легко ли Видеть Моего Ближнего Мучающимся В безвыходной Ситуации Я И никто Другой Помочь Ему Не может Нет Это Нелегко Это Однозначно Нелегко Но Если бы Испытание Веры Было бы Легким Оно бы Не укрепляло Веру Не было бы Смысла В таком Испытании Которое бы Не укрепляло Веру Это Именно Такие Моменты Подобные Подобные Тому Как Народ Израильский Выходил Из Египта Они Вышли Перед Ними Море А Позади Армия Фараона Которая Хочет Их Уничтожить Это Именно Такие Моменты Как Шторм Или Буря В лодке Это Именно Такие Моменты Как Арест Наставника Учителя Иисуса Это Такие же Моменты Как Заключение В темницу Про Которую Мы Говорили Это Такие Моменты В Которые Ты Не Понимаешь Что Делать Это Такие Моменты В Которые Что Ты Не Подумал Это Не Помогает И Именно В Такие Моменты Тренируется Вера Потому Что В Такие Моменты Больше Не На Кого Положиться Кроме Как На Бог Интересно Что Апостол Павел Сравнивает Нас С Бегунами Со Спортсменами Я Хотел Б Провести Точно Такую Параллель Вы Знаете Что Любая Спортивная Нагрузка Любая Спортивная Тренировка Это Больно Если Кто-то Из Вас Когда-то Занимался Спортом Хотя На Полупрофессиональном Уровне Что Шахматы Ну Может Насчет Шахмат Не Уверен Там Может Голова Болит Но Вы Знаете Что Спортсмен Который Тренирует Свои Мышцы На Выносливость Именно На Выносливость Когда Он Тренирует Свои Мышцы Он Должен Довести Свои Мышцы До Предела Выносливости И Потом Еще Чуть-чуть Приложить Усилий Довести До Предела До Невозможного И Потом Еще Чуть-чуть Приложить Усилий От Этого Мышцы Горят Это Больно Это Очень Больно Но Как ни Странно Спортсмен На Эту Боль Идет Сознательно Потому Что Он Знает О Результатах Которые Он Достигнет Это Боль Некомфортабельная Это Не Такая Боль Которая Может Появиться В Прогулке В Парке Это Не Такая Боль Которая Может Появиться Сидя На Диване У Телевизора Но Спортсмен Знает Что Если Он Приложит Дополнительные Усилия Его Мышцы Будут Чуть-чуть Сильнее Чем Вчера Чуть-чуть Сильнее Ну Как Вы Знаете Если Знаете То В Любой Тренировке Есть Опасность И Опасность Нанести Себе Травму И Такие Тренировки Неправильные Которые Травмируют Спортсменов Их Мышцы Рвутся Их Сухожилия Рвутся Это Еще Гораздо Больше Боль Которая Потом Нужно Потом Восстанавливаться После Которой Очень Долго Поэтому У Профессиональных Спортсменов Профессиональные Тренера И Это Очень Очень Важно Я Надеюсь Вы Сделали Соотношение Между Спортом И Верой Как Вы Думаете Знаете Ли Вы Знаю Ли Я Знает Ли Каждый Из Нас Границу Возможности Нашей Веры Потому Потому Что Возможности Наши Можно Недоценить А Можно Переоценить Поэтому У нас Есть Тот С большой Буквой Тот Который Знает Наши Способности И Он Знает Наши Способности Гораздо Лучше Чем Мы Знаем Это Сами Наш Замечательный Тренер Образно Говоря Он Допускает Каждому По Силам Его Первая Коринфин Десятая Глава Вас Постигло Искушение Заменим Слово Испытание Заменим Словом Тренировка Не Иное Как Человеческое И Верен Бог Который Не Попустит Вам Быть Искушаем Сверх Сил Но При Искушении Даст Облегчение Так Чтобы Вы Могли Перенести Вот Что Укрепляет Мою Веру Именно В тот Момент Когда Тяжело Вот Что Укрепляет Мою Веру В момент Этого Испытания Упование На Слово Творца Который Пообещал Что Не Даст Мне Больше Чем Я Могу Понести Хочется Вернуться К Посланию Петра Которое Читал Чуть Раньше В Котором Заложена Еще Одна Точка Опоры Основания Для Каждого Из Нас Именно Для Такого Тяжелого Времени Первое Послание Петра Первая Глава С третьего По седьмой Стих Попробуйте Вникнуть Я буду читать Очень медленно Попробуйте Вникнуть В каждое Слово Благословен Бог И Отец Господа Нашего Иисуса Христа Благословен Бог По великой Своей Милости Возродивший Нас Воскресением Иисуса Христа Из Мертвых Еще раз Возродивший Нас Воскресением Иисуса Христа Из Мертвых К Упованию Живому К Наследию Нетленному Продолжайте Представлять Себе Это К Наследию Нетленному Чистому Неувидаемому Хранящемуся На небеса Для нас Для вас Силую Божью Через веру Соблюдаемых Ко спасению Готовым Открыться В последнее время Представили себе Эту картину Хоть Чуть-чуть Осознали Что было написано Это не так Просто Это настолько Глобально Осем Радуйтесь Поскорбев Теперь Много Если нужно От различных Искушений То есть Когда Попадаю Я В искушение В испытание И мне Тяжело Бог Призывает Меня Радоваться О том Что Он Совершает И уже Совершил Дабы Испытанная Вера Ваша Оказалась Драгоценнее Гибнущего Золота Кто-то Скажет Тяжелое Время Нельзя Грустить Нельзя Почему Такой Грустный Ходишь Ты что Не веришь В любовь Бога Я верю Но Мы же Люди Мы же Роботы Мы же Не Роботы Если Я Переживаю Что-то Тяжелое Я Остаюсь Человеком И Мне Тяжело У меня Есть Чувства У меня Есть Эмоции Тяжелое Время Оно Будет Отражаться На каждом Из Нас Но Что Мне Помогает Пережить Это Тяжелое Время Что Мне Помогает Выйти И Пройти Это Тяжелое Время Это Знание Того Что Благословен Бог И Отец Господа Нашего Иисуса Христа По Великой Своей Милости Возродивший Нас В Воскресении Иисуса Христа Из Мертвых Купованию Живым Это Знание Вот Этого Помогает Мне Пройти Честь Все И Знание Цели Ради Которые Я Прохожу Это Дабы Испытанная Вера Ваша Оказалась Драгоценнее Золота Яков Пишет Что-то Очень Подобное Если Читать По-человечески Можно Подумать Ну Вообще Это Не Для Людей Написано Яков Первая Глава С Великой Радостью Принимайте Братья Мои Когда Впадаете В Различные Искушения Искушения Есть? Испытания Есть? Радуйтесь С Великой Радостью Принимайте Братья Мои Когда Впадаете В Различные Искушения Зная Что Испытание Веры Вашей Производит Терпение Терпение Должно Иметь Совершенное Действие Чтобы Были Совершенны Во всей Полноте Без Всякого Недостатка Вообще Звучит Как-то Не по-человечески Мне тяжело Мне конкретно Тяжело Я не могу Радоваться Но с другой Страны У меня Есть Чему Радоваться Если Я Перефразирую Эта Способность Не может Владеть Человек Который Который Душевный И Плоской То есть Это Неспособность Человека Который Основывает Свою Жизнь На том Что Происходит Вот Здесь На земле Ну Потому что Мне тяжело Я вижу Что Нет выхода Потому что Я основываю Смысл Своей жизни На том Что здесь Временно Что земное Но Это Уникальная Способность Духовной Личности Личности Рожденной Свыше Можно сказать Не от мира Сего Личности Которая Фокусируется Не на том Что происходит Вот здесь Вот на этой Планете На временном Но Фокусируется На вечном Радуйтесь Написано Не потому Что Все Так Здорово Так Замечательно Все Но Радуйтесь Потому что Вы знаете Последствия Потому что Вы знаете Что Господь Допустил Это В моей Жизни Что Он Контролировал Ситуацию И Он Допустил С Определенной Целью В такой Тяжелый Период Самое Время Помнить Осознавать Понимать Не забывать Что Есть Истинное Благо Для Человека Потому что Понятие Благо Оно Очень Распространено Очень Широкое Понятие И Люди Понимают Это Слово По-разному Но Очень Важно Понимать Что Есть Истинное Благо Римляне Восьмая Глава Притом Знаем Что Любящим Бога Призванным По Его Изволению Все Содействует К Благу К Какому Благу К Земному Благу Или К Небесному К Вечному Благу Для Укрепления И Утверждения Моей Веры Что Есть Благо Для Человека Что Есть Окончательное Такое Ультимат Благо Для Человека Возрожденного Вечную Жизнь Вот Это Замечательный Стих Который Мы Приняли Принимаем Как Уже Как Основу Все Содействует К Благу Мы Читаем Это И Благодарим Тех Людей Которые Написали Это Оставили Нам Это И Мы Можем Теперь Уповать На Это Слово Божье Но представьте Тех Людей Которые Прошли Через Все Как Написано Что Содействует Ко Благу К Благу И Увидели Благон Очень Намного Позже И Потом Поняли Что Бог Содействует Все К Благу И И Оставили Нам Это Как Слово Божье И Теперь Мы можем Уповать На Это Слово Но Представьте Что Прошли Люди Которые Своей Жизнью Это Перенесли Пробыли Прожили Такие Тяжелые Невыносимые Моменты Осозная Потом Что Все Это Бог Обратил Во Благо Вопрос Как Как Бог Обратил Это Во Благо Укрепил Веру Однозначно Но Что Происходит На Этой Земле Только Один Творец Знает Легко Прославлять Бога Когда Все Хорошо Когда Все Замечательно Все Устроено Все Спокойно Возвращаясь К тому Дню Который Мы Сегодня Празднуем Когда Все Хорошо Осана Осана Вышних Осана Сыну Давидову Благословен Грядущий Во Имя Господне Осана Вышних Потому Что Все Исполняется Все Исполняется Как Мы Ожидаем Грядет Царь Въезжает В Иерусалим Он 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 Восядет На престоле Он Освободит Нас От Римского Ига Мы Получим Свободу Которую Мы Так Ждали А Когда Не Все Так Легко Когда Все Совсем Тяжело Когда Приходит Разочарование Когда Не Получил Того Чего Ожидал Царь Не Воссел Он Не Освободил Нас От Римского Ига Он Унижен Он Унижен Распни Его Распни По сути То и Другое Кричали Те же Самые Люди Которые Пришли В Иерусалим На Праздник Пасхи Их Вера Основывалась На Земном Понимании Блага И мы Видим Как это Опасно Господь Призывает Нас Не Фокусироваться На Земном Но Фокусируется На Том Что Реально И Вечно Для Того Чтобы В Тяжелые Моменты Наша Вера Укреплялась А Не Рушилась Благословен Бог И Отец Господа Нашего Иисуса Христа По Великой Своей Милости Возродивший Нас Воскресением Иисуса Христа Из Мертвых К Упованию Живому К Наследству Неттленному Чистому Неувидаемому Хранящемуся На Небесах Для Вас Силу Божьей Через Всех Соблюдаемых К Спасе Готовому Открыться В Последнее Время О Сем Радуйтесь Будьте Благословенны 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 Продолжение следует...